На этой неделе наши политики успели все, что только можно. Поскандалить, поработать, даже столкнуться с масштабными протестами святая святых в правительственном квартале. Впрочем, как раз такого эмоционального старта от политического сезона все и ждали. Ожидают и такого же продолжения, возможно, даже более громкого. Все-таки именно в этом политическом сезоне определится, кто, как и с кем пойдет на следующие выборы. И президентские, и парламентские. И главное, что заставляет политиков понервничать, это цифры. Вот, например, актуальная социология. Эти данные опубликованы уже в сентябре. Больше всего опрошенные социологами из центра София симпатизируют Батькивщине. Результат 11%. На втором месте оппозиционный блок с 10%. На третьем блок Петра Порошенко с 9% голосов опрошенных. Теперь о том, что интересно, что более 17% опрошенных пока затрудняются ответить. Какую партию они поддержали бы на выборах? А значит это, что значительное число избирателей будет решать, за кого проголосовать уже на участках. И это повышает ставки для всех полицил. Вдобавок к тому, что разница между вероятными лидерами гонки чуть больше процента. Чего на таком нервном фоне ждать от депутатов, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Они в едином порыве спели гимн на открытии новой сессии, но до единства в зале уж точно далеко. Хотя призыв к единству звучит рефреном в спичах перед стартом политического сезона. Единство заканчивается там, где начинается законотворчество. Чтобы эта единство была, она должна быть по сути вокруг законов, которые берут суверенность и целесность страны. В вокруг законов, которые говорят про цивильный контроль над оборонными витратами. В вокруг законов, которые принимаются для того, чтобы убить коррупцию. Я всегда хочу, чтобы опозиция, она в нас разная. Столько видов опозиции, чтобы она всегда конструктивными пропозициями подвищала планку и дотискала, в частности, владельцу коалицию до более качественных законоприятий. Провальные голосования и бесконечные переголосования на этой сессии видеть точно не хотят. Ни в Кабмине, где сразу очертили необходимость реформ, ни в коалиции, которой как никогда нужно доказывать, что она есть. От слова «реформа» скоро людей будет нудить, потому что все у нас называется «реформа». Люди втомились, люди агрессивные, они не чувствуют позитивных изменений, и они, соответственно, перекладывают всю ответственность исключительно на парламент. Нам остается год на нормальную, стабильную работу, потому что через год стартует предвиборчая кампания, и тогда уже мы не сможем принять законы, которые действительно потребуют общество, потому что все дадутся в популястичную риторику. Проявлять активность депутата начали уже в первый рабочий день, внеся в повестку дня образовательную реформу. На нее потратили весь день. По сути, законопроект скандальным не был спорным, да, но многие вопросы снимали на ходу. Поэтому и табло показало наличие голосов не только коалиции. Мы сделали все, чтобы не было закрытия школ, чтобы не было сокращения количества вчителей, педагогов и выкладчиков. Мінімальная заработная плата для вчителей этим законом передбачена на уровне трех минимальных заработных плат. Это почти 10 тысяч гривен. И это серьезный крок вперед. Тут мы сделали соответствующий консенсус, что 12-летняя, но она начинается для детей с 6 лет. И таким чином миф про то, что дети будут закинчивать с 19 лет, этого не будет. Дети будут закинчивать с 18 лет, когда они становятся дорослыми согласно законодательству. Самое главное то, что я заметил, что большинство депутатов как раньше не ознакомливалось, так и сейчас не ознакомились с законопроектом, с которым они голосуют. Один из самых простых показателей, когда я в конце спрашивал, специально подходил, интересовался после закона об образовании, а мы за 11-летнюю реформу голосовали или за 12-летнюю? Одни говорили за 11, другие за 12. Третьи советовали, чтобы точно знать, спросить у Лилии Гриневича. И если образовательную реформу принять смогли, то судебную только начали обсуждать. 4 700 поправок, по сути, замечаний, на которые нардепы потратят не одно заседание. Только по моих подрахунках есть близко 40 противоречий, которые не дадут работать в нижнем из этих кодексов. А дальше по списку депутатов еще череда реформ, а значит череда споров и конфликтов. Очевидно, снова на порядке дня будет вопрос о том, что моратория на продаж земли, оскільки этот термин моратория мы установили в прошлом году и он закинчивается. Тут нужно визначаться, будет много голосов, будет много дискуссий, но по живому увидим. И самое главное, что будет также запекать, это бюджетный процесс. Найбільш проблемным это будет медичная реформа. Я не понимаю, каким образом я должен сейчас проголосовать за медичную реформу, яка с 1 сечня 2018 года все финансирование по медичному забезпечению влягает на местные бюджеты. Пойдет подготовка так званой медичной реформы, так званой пенсионной реформы, так само кулуарно, так само с вырахованием только интересов окремых политических сил и очень далеко от интересов общества. Мы категорично против таких подходов. А на подходе еще и вопросы безопасности, закон о реинтеграции Донбасса, о котором много кто говорит, но мало кто видел, практически готов. И внести в повестку дня его могут спонтанно. Я думаю, что он появится, остаточный вариант, после возвращения президента Украины из Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Тримала закон в руках, читала все статьи, обговорила специалистами, особенно я. Остался единственный момент про миротворцев. Мы будем включать эту статью в этот закон, не будем включать. Який вигляд будет иметь эта миротворчая миссия? Все равно это вопрос будет голосовать в зале. Ну а за чередой реформ и законопроектов, поданных к обминам и президентам, у депутатов есть и свои документы. И в каждой политсиле таких десятки. У нас есть три основных приоритета. Первое – это достижение мира. И мы будем работать в этом направлении по мере наших сил и возможностей. И будем прилагать все возможные усилия для того, чтобы добиться мира. Второе – это отмена тарифов. За это мы готовы голосовать в любой момент. Мы считаем, что тарифы убивают людей, они грабят людей. И эти тарифы в нынешнем виде существовать не могут. И третье – это повышение социальных стандартов и создание рабочих мест. Это три приоритета, за которые оппозиционный блок готов голосовать. У нас на эту тему есть огромное количество законопроектов, которые, к сожалению, не рассматриваются правящим большинством. Но это те приоритеты, за которые мы будем бороться на этой сессии и то, чего мы будем добиваться. Добиваться и настаивать в этом зале будут все. Вялым сезон точно не будет. А вот будет ли продуктивным – осень покажет. Сною такой весняный депутатский авитаминоз и осенняя гиперактивность. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Геннадия Никеенко. Подробности недели – телеканал Интер. Пожалуй, пиком продуктивности Верховной Рады на этой неделе стало голосование за реформу образования. Она была приоритетной у власти, наряду с пенсионной, медицинской и судебной. Ну и, наверное, станет первой и последней реформой в этом политсезоне, голосование за которую прошло хотя бы без драки. Поддержали законопроект 255 депутатов. Причем как из коалиции, так и из фракции, которые не устают эту коалицию критиковать. Например, 25 голосов дала сама помощь, не обошлось и без уже привычной для коалиции радикальной поддержки. Это еще 14 голосов. Плюс 13 задала батькивщина после учтенной поправки о зарплатах учителям. А вот оппозиционеры потребовали от президента наложить вето на такой формат реформы. В ОПО-блоке заявляют, что принятая редакция закона об образовании нарушает базовые права граждан Украины. Мол, должно быть больше возможностей для обучения на родном языке. А те нормы, за которые проголосовали депутаты, не соответствуют европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств. С похожим заявлением выступил и губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль. Он тоже обратился к президенту с просьбой витировать этот закон. Кстати, о беспокоенность в связи с новым законом выразили дипломаты Венгрии и Румынии. По их оценке, документ нарушает права венгерской и румынской общин в Украине. В заявлении МИДа Венгрии принятые нормы о второстепенном статусе языков нацменьшинств вообще названы ножом в спину Венгрии. А решения украинских депутатов, я процитирую, постыдным и противоречащим европейским ценностям. Не остался в стороне и польский МИД. Там пообещали наблюдать за процессом реализации нового закона об образовании в нашей стране и обеспечить украинским полякам доступ к обучению на польском языке. И все-таки, скандальность законопроекта об образовании пока еще нельзя сравнить с теми дискуссиями, которые может вызвать голосование по другим реформам. Вот скажем, на очереди у депутатов реформа здравоохранения. Предложенный Минздравом вариант в большинстве полицил пока поддержать не готовы. И это еще мягко сказано. Многие политики называют этот вариант реформы чуть ли не демонтажом украинской медицины. И если его начнут продавливать через парламент, дело может закончиться еще и массовыми протестами. Судьба пенсионеров – другой болезненный вопрос. Тут политикам придется поспешить, ведь уже с 1 октября Кабмин обещал повысить пенсии в Украине. А для этого нужно позитивное решение в Раде как раз по правительственному варианту реформы. Впрочем, с пенсиями Кабмину обещал помочь президент. Об этом он сказал в четверг, выступая в Верховной Раде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я считаю, что это даст возможность в осень для значной части пенсионеров увеличить пенсии. Это, как я уже неодноразово сказал, главная и принциповая реформа, позиция, которая даст возможность и оздоровить ситуацию с выплатами пенсии и поддерживать подвижение пенсии. Я еще раз наголошу, я участникам этого процесса и полностью это поддерживаю. Я к вам один. Вот ваш прогноз, этой осенью получится собирать большинство голосов за ключевые вопросы. Что будет с пенсионной реформой, реформой здравоохранения? Есть ли у них шансы успешно пройти через Верховную Раду? Александра, давайте начнем с вас. Прошу. Думаю, что наиболее реалистичной будет, конечно, пенсионная реформа, особенно после того, как президент показал поддержку правительству и непосредственно господину Гроссману и призвал парламентариев поддержать пенсионку. Таким образом, я думаю, что президенту на сегодняшний день наиболее реалистично консолидировать законотворцев, потому что Владимиру Борисовичу не всегда удается найти общий язык с парламентариями. Относительно судебной реформы, которая тоже крайне важна для президента, я думаю, что и в этом вопросе придется найти тоже голоса только после того, когда более 4 тысяч, почти около 5 тысяч правок смогут проработать парламентарии. Видим, что пока они не сильно продуктивны, им удается только сотнями списывать какие-то или решать какие-то правки. То есть посмотрим, насколько быстро они смогут это сделать. Относительно медицинской реформы, тут я более скептична, потому что до сих пор госпожа Супру не является полноценным министром. Приставка ИО во многое мешает и ей лично, и тому виду реформы, которую пытаются представить парламентариям, он во многом дискуссионен, поэтому под него с голосами, думаю, будет сложнее. Относительно земельной реформы, скорее всего, вопрос будет решаться, если не получится через сессионный зал, то есть запасной путь, это отмена моратория через Конституционный суд. Вот это приблизительно такая динамика на ближайшее время, ну и, конечно же, еще лейтмотивом, красной нитью будет проходить всю осень бюджет. Понятно, о бюджете мы обязательно поговорим. Спасибо, что вспомнили. А, ну и последнее, конечно, это еще закон о реинтеграции Донбасса. Да, понятно. Спасибо, ваше мнение понятно. Владимир, а ваше мнение? Закон о реинтеграции Донбасса еще. Владимир, вопрос вы слышали? Что касается предстоящих голосований по... Да, 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 я понял вопрос, да, судьба реформаторских законопроектов президента и правительства. На мой взгляд, хотя и сложнее, чем сообразовательной реформой, но, скорее всего, будет проголосован законопроект по пенсионной реформе, поскольку в первом чтении он был поддержан, как уже было сказано, поддерживает президент. И самый главный аргумент для многих депутатов, то, что будет повышаться пенсия для более чем 9 миллионов пенсионеров. А уже многие думают о будущих выборах. Не в этом году, не в будущем, а в 19-м. Но повышение пенсии – это еще такой электоральный аргумент. Поэтому, скорее всего, пенсионная реформа будет поддержана, хотя, возможно, с некоторыми поправками. По медицинской реформе действительно будут проблемы. И не из-за того, что у Супрун неполноценный статус. Вокруг этого законопроекта очень много идеологических, партийно-политических, а самое главное – бизнесовых противоречий и даже личностных противоречий. Поэтому 50 на 50. В лучшем случае, может быть, удастся проголосовать в первом чтении тот законопроект, который не был поддержан на предыдущей сессии. Но в любом случае, вот, самые большие сложности будут с этим законопроектом. Земельная реформа пока не на повестке дня парламента. Нет даже законопроектов. В лучшем случае, эта реформа может быть вынесена на рассмотрение депутатов к концу сессии, не раньше. Ну и, конечно же, еще в сентябре попытаются все-таки принять судебную реформу, поскольку надо запускать работу нового Верховного суда. Поэтому, думаю, что здесь тоже будет концентрация усилий для того, чтобы уже к октябрю была полная готовность к работе высшего органа судебной власти страны. Спасибо, уважаемые эксперты. Ну что ж, ваши прогнозы услышаны. Еще встретимся обязательно в эфире подробностей недели. Проверим, насколько они оправдаются. Владимир Фисенко и Александр Ирич Медилов отвечали на мои вопросы. Спасибо.